Ну что, привет всем и возвращаемся в прямой эфир после жесткого горения на первой карте. Hellraiser's проигрывает 0-1 у Vichy Gaming и сейчас наступает момент истины для HR. Смогут ли они, смогут ли они все-таки победить Vichy Gaming? Смогут ли они хотя бы одну карту оттяпать от Vichy? Как вообще они сыграют? Ну, что же, давайте смотреть пик и давайте просто-напросто надеяться, что в этой игре пойдет все получше в HR. Да, отдают надреду любимого героя, это Vichy Gaming, забирают Тайтхантера с Леоном, Медузу забанили, поэтому не было и смысла брать. Ну, сейчас думают, брать Джаггера или нет. HR. Я не знаю. Я тебе вришь, что надо брать. Надо брать Джаггера, потом надо брать Амни Найт и Баратрума. Серьезно, я не шучу. Винга, Джаггер, Амни Найт, Баратрум и в мид какой-то хороший герой. Тот же тролль. Ах, вот так вот вы решили сыграть. И минус Нага. И тут по хардкорному керри боятся Супера на какой-то гадости а-ля Медузы или Нага или еще чем-то подобное. Ну, тут сейчас может Тракса какая-то появиться. Не, Леон Тайт Тракса уже вряд ли будет. А что, ну Тайт ноуфлейна. Может быть, да-да-да. Сейчас Визор Тракса третьим-четвертым пиком. Привет. Да, то, что много-много раз играли. Мы видим 90% винрейт с Энигмой у Ашеров. Ну, ничего себе. Гаддэм решил всех победить. Лучше бы Дредду Энигму отдали. Дредд холлы. Мы уже все соскучились за дредд холлами. Я думаю, статистика вылезла. Дредд нэнигбент. Один матч, ноль побед. Но 252 крипа убил, заметь. 252. Слушай, я думаю... 23 асиста сделал. Выход. Сколько там за шестое место уже? 100 тысяч где-то наваливает? За шестое 149. 149. Да, вот дредд холл на 149 тысяч долларов, он слишком дорогой, понимаешь? Ну, типа да. Такое позволительно только в Волочке. Я согласен. Не, я понимаю, что бабки, ничто, имидж, все. Но есть определенное количество бабок. Согласен, которые перечеркивают любой имидж. Да, да, да. Это ты про чиновников в костюме, которые валяются в лужах, да, где-то там возле бара. С фразой бабки, ничто, имидж, все. Хороший имиджевый ход, я бы такой сказал. Да, да, да. Итак. Мои клавиатуры перхоть. Или это, это пыль? Да, мы помоем ее, Head & Shoulders. Да. Все дела. Клавиатуру Head & Shoulders залил. На утро пришел, отлично. С зубной пастой намазываешь. Слушай, ну я-то свою Razer стирал. Стирал. И как, нормально? С фейри. Идеально. Я пролил литр сока на клавиатуру. Пошел в ведро с фейри, покунал, положил на батарею. Работает? Три года, нет. Не знаю, надо узнать у того, кто ее спер. А. Но три года работала. Ай. Так тот, кто спер у Вити клавиатуру, напишите нам, пожалуйста, работает ли она. Скорее всего это слэм, но мы не уверены. Может быть это не слэм. Просто сейчас в группе у слэма верни клавиатуру. Да мы шутим, мы шутим. Кто-то стащил нас сверху клавиатуру. У нас есть подозрение на отдел CSGO. Мы пока проводим свое внутреннее расследование. Не пойман, не вор у нас? Ну мы просто заманухи по офису оставляем. Такие, знаешь, типа. Намазанные ультра. Знаешь, какая фигня, которая на ультрафиолет палец? Не, она такая. Там клавиатура, ты ее берешь, отсоединяешь ее от USB, она просто тебе взрывается краской в лицо сходу после этого. Это круто. Я больше ничего отсоединять в варенье вообще не буду. Даже свое. Видишь? И человек такой сразу спалился. Давайте, последний бан. Вичи. Вичи Гамминг. Ух ты. Минус Снайпер. И Эмбер Спирит. Ну это стандарт. Тут ничего нового нет. Эмбер Спирит. Нужен Баратрум. Мы поняли. Уже. Не, ну так серьезно. Во флейн Баратрум мы поехали просто наломать гамбины. Но тут я не понимаю, что берет Хелл Рейзер с 90,9%. Слушай, давайте начнем с того, что на каком герое на оффлейне у него маленький процент винрейта. Вот какой? Назовите мне маленький. Элдер Титан. Давай, Элдер Титан. Бэтрайдер 80%. Титана давай. 80, черт. Я же говорю, давайте найдем того героя, на котором у него маленький процент. Клока можно? Клок. Айс Айс Айс. Нашли. А, ты предлагаешь Баратруму Айс Айс Айс. Баратрум Айс Айс Айс. Все-таки есть. Есть у тебя слабое звено. Мы нашли Айс. Одни раз попробовал, а семь раз умер и больше не берет. Не хочет больше. Не дают ему больше. Айс Айс Айс. Правильно делают в сети. Это логично абсолютно. Айс 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 Небаратрум. Да, третий пик Ашер. И джидожи это будет. Да блин, ну... Вот так вот. А куда? Мид? Да. Или оффлейн? Энигма это... Ну, Энигма влез. Не до саппорт. Это Афоня, а Аугорца что? Ну, вот всего мы видим. Только одну игру с бисмастерами. Начали экспериментировать. Не самое лучшее время. Да, я согласен. Не самое лучшее время. Под мат. Забей, всего 100 тысяч на кону. Или 49, или 149. Ну, как раз, по-моему, нормально потестить бисмастера там. Реально, тест на... Ты тестишь... Слушай, а может они пушить будут? Не, могут на самом деле. А что им еще, смотри, для пуши не хватает? Для широка. Нет, это не сурового пуша. Тут такой набор героев. Леон, Эмбер, Спирит, Тайтхантер, что ли? Лешраку трудно будет подходить к вышке и пушить. Да, ну вот смотри, есть Энигва, есть бисмастер. Есть Тролль. Тролль, Фурионы, поехали. Да, ну, Саша там сразу же привел статистику. Лешрак с бисмастером. С 371% винрейт вместе. Это за все время существование тот или что? Да? А, в этот год. Это за год. Ну, началось. Старый друг, которого... Ну, блин, это вот ни туда, ни сюда. Вроде как пик под пуш есть Энигва, Бистмастер, Винга и так далее. Бах, появляется Сларк. У которого 55% винрейт. Ну, это лучше, чем АМ с 36% или уже 30% винрейта. Зачем здесь Сларк, я не понимаю. Не, ну, он может скидывать с себя много всякой фигни. Другое дело, что его могут оставить без маны и даже не получится провязать Шадоу Дэнс. Ну, типа Эмбера есть чем, да, останавливать. Энигма тоже имеется. Блэк Холл сбивать пока нечем толком. Да ладно, Чинь Ци, Ару, Рэвидж, Леон, два стана. Нихрена себе нечем сбивать было. Или ты имеешь в виду в БКБ? В БКБ имею в виду. А, ну, в БКБ, да. Ну, так-то понятно, что есть всем сбивать там. Кастует, 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 да. Бери Сайленсера. Сайленсера, да. Ну, сбрю. Кто заедет на мид, смотри, Сларк, Бистмастер. Ну, там тоже кэри еще не пикнут у Вичи. Ну, Сайленсер 100% винрейт у Вичи Гейминг, но Сайленсер тут вряд ли появится. Блин, Морфлинг какой-то. А Морфлинг куда? Ну, как кэри, почему нет? Толстый. Много переживает. За судьбу команды? Реально. Переживает за судьбу команды просто. Вичи Гейминг. 30 секунд. Ну, на чем у нас много играет Блэк? Он играет иногда на инвокере с Мидасом, он играет на Морфлингах, он играет на... Вот мы видели на Медузах. На Траксах любит поиграть. Террор Блейды сейчас. Легко, кстати, появится сейчас. Я думаю, что-то будет брать антисларковое такое что-то. Вот это хороший пик, кстати. Это антисларковое. Очень антисларковое. Реально Дум в лицо. И есть чем Блэк Холл сбить. Блэк на Думе две игры. 100% финрейт. Чем ответят Ашеры? Им нужен Мидер. Очень мало времени осталось у Горца, чтобы определиться с героем. Сейчас чувствую, Варлока возьму. Не надо. Небеса, прошу вас. Ничего не понял. Вот сейчас ни хрена не понял вообще. Это куда? Че ты ржешь? Я реально... Философский вопрос появился у меня. Куда? Подожди, это бестмастер в Мид? Бурдау Флейн? Вить, это не имеет значения. Наслабься. В этом пике есть один плюс. Мы через полчаса пойдем домой. Тлен, да, ты имеешь в виду? Через полчаса можно будет пойти попить чаю. Посмотреть сериал. Знаешь, с чем меня больше всего смущает? Эмбер Спирит. Ауе Атака. Леон. Ауе Подкоп. Анчур Смэш. Ауе. Старшторм. Ауе. Какие нахрен пауки? Он соскучился, что ли? Это какая-то фобия его надо взять. Может, они думают, что Витчи Гейминг испугаются большого страшного паука? Это не так. Я обещаю, что я не буду в этой игре упоминать про пик. Про пик. Я буду комментировать игру. Вот. Релаксируй, да. Дыши, Вилат, дыши. Все нормально. Сейчас все будет нормально. Ну, я, если честно, не могу объяснить. Вот чего угодно я ждал здесь, но только не бруды. Ставит, горит сеточку и выбегает на хэкграунд. Круто. Супер играет на Эмбере. FY на Амиране. Финрир на Леоне. Блэк играет на Думе. И Айс 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 играет на Тайт Хантере. С 12 тангусами с одной флаской. Так, Айс 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 на всю зиму впаковался. Смотрим, куда он побежит по линиям. Команда Шер, я знаю, что тебе трудно произносить их пик вслух, поэтому я займусь. Да, давай. Горец. Брутбазер. Годдэм. Энигма. Артес будет играть на Сларке. Дреддвенги. Фуллспирит. И Афони. Бистмастер. Вот убрать бруду, и вроде все не так плохо. Минер вместо бруды подошел бы лучше. На Ви пробовали. Плохо пробовали. Надо как Сикрет. Сикрет тоже пробовали. У Минера 50% винрейт на турнире, если что. Получше, чем у Антимага. Нет, он 66. Но это не на турнире, это вообще. А на турнире у Тетчиса два матча. И одна победа, одно поражение. А у бруды можно бруду посмотреть? По шустрику. По шустрику. Да. Я помню, у Рэйв была. Так ничего. Слышь. Я помню, была у Рэйв, играл Криси, они проиграли. Бруда только одну игру из шести проиграла на этом турнире. Так что, бруда на топе против Супера стоит. У нас Гадем в лесах, и уже ему тут бегает, Фуай мешает. Старается очень активно мешать. Блэк против Афони пока. Ну, кстати, Афони должен нормально держаться против Блэка. Должен, по крайней мере. Но и снизу Артес и Дред против Айс Айс Айс. Вот такой вот пошел с фаплиниями маленький. Слушай, насколько круто стоять Блэку против Афони. Он берет и съедает этого кабана, который вызывают. И все. И разговор закончен. Изи вообще. Просто взял и сожрал. В топоры тогда. Тут стрела, кстати, пролетела. По горцу, конечно, не попала. Даже если попала, вряд ли бы его убили. Потому что просветки здесь нету. Они есть вард. Есть вард, извините. Тут есть варду супера. Так что горцу надо стараться все-таки не подставляться под стрелы. Потому что могут ее поймать и прибить. Да, но посмотрим на Бруду. Просто мне не нравится этот герой тем, что в конце, когда все доходит уже до какой-то суперлейта, Бруду зачастую просто игнорируют. То есть она как бы есть. Она может как бы-то и бьет. Но на нее никто не смотрит. Смотри на Афоню. Афоня в миде-то Блэку-то накостылял. И Кабан еще добавляет, скажем так. То есть тут не очень весело себя пока чувствует Блэк. У Афонии 6-2, у Блэка 7-0. Но вот мы видим, что заставляет тратить реген его. Я думаю, Блэк недолго будет стоять в миде. Он сейчас получит пятый уровень. Скорее всего, с третьим Девауэром сместится отсюда. И будет уже где-то в лесах или еще где-то. Приезжает к нему Боттл. На миде он поставит какого-нибудь Леона, который Девауэрсит. Фу, Девауэр. Конечно же, Фингер Оф Дес получит пошустрей. Супер. Горец. Грызет вместе с Пауканами. Супер тут с Пурман Шиллом. С Пурман Шиллом вообще ему, в принципе, не особо-то паучки эти страшные. Кстати, есть просветочка здесь. И, возможно, учитывая, что есть и Федрир, и Фуай, постарается сейчас Горца убить. У Айса дела великолепно идут. 11-0 по крипам. И вниз прилетает Финрирев. Все-таки убивать не решились на топе. Решились, наверное, и Горца не убьют пока. Стоит Центрик. Ну, Горец пока получает экспу и 9-3 крипстат. Что-то там, да, более-менее у него получается. Ну, понятное дело, что у Энигмы в лесах все в порядке. Но это Энигма в лесах. Как у нее может быть все не в порядке, не ясно. Разве что тебе все споты забанят. Тогда еще может что-то ухудшиться. А так? Афонин, смотри, кстати, Блэк это в миде. Афонин. И спинка Блэка-то просто с ноги сейчас Блэку. Блэк отпивается. И на развороте Афонин. Ой, как больно Афонин здесь от Тавара. Чуть-чуть не хватило. Ему Блэк отпился. Вот опасно. Опасно действует здесь Блэк. Топоры. Никуда. Не попадает топорами. Но Афонин постарался, постарался. Теперь законтролит на четвертой минуте руну. И смотри, Блэка так серьезно он в миде напрягает. Да, на самом деле Блэку сейчас важно не отдать руну. Иначе он наполнит боттл, снова будет фуловым. И как бы тебя в миде не напрягали, то за счет Девауэра ты все равно будешь по золоту вползать. Да, но тем более, что у Блэка в данный момент топовый крипстат на карте. Так что, конечно, если бы его сейчас убил Афонин, было бы все очень хорошо для него. Но так мы видим не очень. Блэку ни в коем случае так далеко нельзя заходить. Потому что два Кабана и сам Афонин, они очень больно напрягают. Это прекрасно понимает у нас Доминик. И смотри, руну законтролили, а нижнюю контролили. На ботами. Почему забирает? Забрал, да. Ну, там уже банка, наверное, бежит. А нет, не бежит курица. А быстро Блэк чувствует, что он фуловый. Ему пока ничего не надо. У него, кстати, появился Дун. А вот это может быть интересно, на самом деле. ФБ у нас до сих пор не было. Афонин же. А что он такой рисковый-то? Ну, он погибает. Ну, постараться заденайть себя Кабаном надо? Нет, Кабан в это время расстреливает Блэка. Ну, Дредд может заденайть. Ну, если догорит. Тик, 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 тик. Догорит. Надо денайть. Хорошо, Дредд денает. 15 человек получают приз. Приз. Это как весь Reddit был благодарен Сумаилу, когда падал трон, и он был на Эмбере, и сам себя заденайл перед падением трона. И всем еще насыпало за его денай шмоток. Все такие, о, Сумаил красава, думает про людей, которые смотрят Дота ТВ. Вот так вот фан-базу надо набивать, ребята. Денайтись, дорогие друзья. Радуйте, Раис. Да, да, да. Так, ну что, в миде возвращается Афоня, пятый левел. Опять-таки, понятное дело, что он там денег не потратил особо за эту смерть. Ну, что? Ну, потому что, по сути, он успел закупиться, да и для этого заденайл. Так что смерти, по сути, никакой не было. Блэк. Смотри, какой быстрый и шустрый этот Блэк просто. Влетел прям. Да, а что Блэк? Блэк, вон, третья земля. Дум есть, через 40 секунд повторится. Опять же, разминает Афоня же. Афоня сейчас должен прекрасно понимать, что оставаться на таких лоу-хп не стоит. Потому что Дреддом может оказаться... Ну, а Афоня есть реген, так что он может побаковать чуть-чуть, там, поразмениваться. Ну, постараться поразмениваться. Но, опять-таки, пока у Блэка кулдаун там поры, Блэк, мы видим, тысячу хп уже имеет с танквилами, со щитком. Уже чувствует себя довольно уверенно. Интересно, айсайсайсы в этой игре также будут отпускать? Ты посмотри, топовый крипстатс на карте. Да, на него уже забили. Сларк уже стоит под тавром, ничего не... Ну, не знает, что делать. Молодцы, что вот сейчас... Два левела Сларк проигрывает. Через 1700 появится даггер, а айсайсайс пойдет мутить масс-файты, и все. Да. Легко и просто. То есть тут на айса забили. Но, с другой стороны, мы видим, что бруду тоже оставляют. Но полезность бруды и полезность тайгхантера... Вот обцепили Дредда. Аров получает. Зарабатывает супер его на Эмбере. 2-0 Вичи. Ну, ладно, будем считать уже 2-0. Снова Дум. Финрир на хосте. Есть сейф ТП. Афонин же пытается мансить. Подкоп не получилось сделать. Успели кинуть хекс. Гадем уже замахивался руками на Блэк Холл. Но, как мы видим, вовремя хексанули Афоня. Смотри, что происходит. Смотри, чувак в Думе бежит за Блэком. Будет ли Блэк Холл от Гадема. Да, вот он Блэк Холл. Блэк. А Блэку пофиг, он сейчас землю включит и убежит. Нет, у него земли нет. Подходит Айсайс. Будет ли Рэвэдж? Можно ведь. Есть Рэвэдж. Анчур Смэш. Аров. Минус Гадем. Один в один. Размен убежал отсюда Афонин, чтобы его там еще не подцепили. Потратим Блэк Холл. Ну, а что? Почему бы и нет? Ну, убили. Пойдет Леса опять фармить. А что бы его не потратить-то, чтобы убить Дума, у которого топ-1 Эдворс на тот момент там был, да? Ну, почему бы и нет? Вообще, да, в ответку Рэвэдж потратили. Так что все честненько и ровненько. Найт Хантер, я так понимаю, начинает собирать либо Мекку, либо Форстаф. Появляется рецепт. Это Хедреска. Знаешь, все-таки Мекку. Да, Меканс будет у Айса. Решили, что, наверное, больше никто в команде не соберет. Ну, в принципе, так и на месте. Патмата могла бы собрать, да? Ну, мог бы и был. Да что там? Куда ей ты, Патме? Это Мека была бы на 55-й. Ну, да. Да. Тут тоже верно. Так что вот решили, что Айс-Айс-Айс ты соберешь, потом будешь выходить в Блинк Даггер. Так, пока будешь заходить пешком. Там ребята тоже такие, которых не так легко ей поймать. Ну, и Бестмастер делает очень быстрый Некра. Будет стараться сделать очень быстрый Некра. Да, это хорошая идея. Это верная идея в этой игре. Ну, как получится, так получится. Тем временем Горец приобретает на 7-й минуте 40-й секунде на Брудмазер Мидас. Ну, я так понимаю, тоже будут Некра. Нет, понятное дело, со временем будут Некра. Может быть, конечно, это будет опять Орчет, который мы так ненавидим за сегодняшний день. Артефакт-то крутой. Очень крутой. Артефакт отличный. Чего его ненавидеть? Просто что на Аквапе при той игре вообще никакой. Супер. Горит на Артеса. Здесь подтягивает стиммейты. Наорали на Финрира. Финрира Афоня пытается быстро сбрить. Супер едва живой. Артес уходит от него. И Супер улетает отсюда на свой реминант. 3-2. Второй фраг сделали Ашер. Ну, и заработали немножечко денег, убивая здесь Леона. Афармит Айс дальше. Никто ему не мешает. Уже восьмой уровень есть. Паучки его практически пробивать не будут. Ну, не практически они будут. Бурда купил себе Мидас полторы минуты назад. Он до сих пор в стэше. Он просто до сих пор в стэше, этот Мидас. С чем так рано покупать Мидас, если ты его себе не несешь. Я понимаю, что Курица Зайна только сейчас она полетела. Все на топе. Да, но вот этот вот уже пошел такой полупуш, против которого, в принципе, ВИЧ довольно тяжело будет сейчас, по началу игры. Так, врыв. Супер. Но он все равно отсюда уйдет. Вот он, Блэк. Влетает. Блэк. Кого-то будет поджигать или нет. Блэк дает стан по Годему. Годем. Ну, Годем погибает. Идус 3. Ну, ну. На пустом месте. Трипл килл от Супера. Снова его начинает откармливать этого Эмберспирита. Он получает почти девятый уровень. Ну, вот почему я говорю, что зря потратили Блэкхол. То есть в одного забрать Дума, который резается в разы меньше, чем этот Блэкхол, КДшится. Которые сейчас вернулись, встали толпой, зашли. Хотя ему бы нифига не дали к стану тебе, этот Блэкхол. Но если бы только двоих подцепил. Это при том, что Блэк даже не потратил сейчас Дум. Да, он просто топнул и застанил двоих. А Эмбер остальных добил. И сгорели моментально Хеллрейзерс, которые опять-таки оказались все в кучке. Ну, окей, вышку забрали. Это не Резиденайн, это была вышка. Нет, вышку забрали. Забрали, забрали, забрали. Да, ну вот Супер клепает трипл килл. И опять-таки у него куча денег. Ну, а Горец, он вот у нас стоит. Горец фармит. Горец фармит. Все крепятся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Там Айсайсайс. Бабки. Вот он сейчас только заработал две сотни. На пустом месте. Пытался, Горец, его укусить. Ну и что дальше? Ничего. А Айсайсу просто дарят довольно быструю Мекку. Ну, или Даггер, или я не знаю. Может там... Не, Мека, наверное, появится и пойдут. Пойдут толпой опять с Думом, которого не остановить. Думом, что там собирает. Он что-то себе купил. Это явно не ботал. Ему что-то должно прилететь. Что в куре? Мидос. А, у Блэка Мидос. Не, ну тоже, в принципе, нормально. У него он отстает сейчас на 800 голды от Супера. Надо немножечко разогнаться, скажем так. Надо немножечко набрать оборотов. Ну и вот она Бруда с фейзами. Бруда с фейзами. Это чтобы было больше дэмджа по тайду, я так понимаю. Да. Дивардит. Дум тут забатывает. Еще попал Тосику за Вард. Две сто у Супера. Смотри, так ДБФ и недалеко. Хотя я думаю, что начнет с барабанов. Хотя, может быть, непонятно, как все будет. Ну, Артеса на 12-й минуте есть ПТ и тысяча голды. Как для Сларка это очень-очень мало. Это прям... И он тоже копит на Мидос. Ну, может быть, может быть. Энигма у нас тем временем от Гадема мы видим безмерно. Айс, айс, айс. Подцепили. Стики есть. Пошел Рэвидж. Анчур Смэш. Дадут ли? Отличный подкоп. Минус Артес. Еще и Горец может погибнуть. Будет ли Анчур Смэш. Палец. Дабл килл. Горец. Просветочка. И что, трипл килл? Нет. Повезло, повезло. Регена хватило, но Финрир делает дабл килл. Дум. Дум. За Горцем до конца. Землей горит. Горец. Горец. Пойдет ли с него просветка? Падает. Прячется в леса. Просто прячется в леса. Да, минус два очередных от Вич и Гейминг. 8-2 счет у нас. Ну и тут до Тавра подбегает Блэк. Очень классно сыграл здесь Айс Айс Айс. Своевременно Финрир подбежал, копнул, раскастовался. Тому тычку, тому подкоп, тому хекс, тому ульт. Ну и вот. Да, Герс себе купил Тайтхантер. Не стал дальше ждать. По сути не ожидал, наверное, что 2.250 так быстро накапают. Да. Вот они сейчас накапали. Мека это не самый дорогой артефакт. Собирается из дешевых составляющих, поэтому на них он всегда вывезет. И сразу же появляются Транквилы у Леона. Есть шестой уровень. Прогрейдил стики. На ТПшечку хватает. Сейчас может опять прилетать куда-то и продолжать. Есть Блэкхолл у Энигмы. Можно попробовать навязать какой-то файт. Ну, это Айс 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 немножко перебыковал. Но хотя есть ТП. Ай, как хорошо. Айс просто Кракеншеллом в секунду сбрасывает. И Афонин. Там двоих копнули. Опять-таки Финрир двоих копнул. Ну и тут супер минус дред. Айс 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 не дает себя убить. Ну, все-таки умер, но Горец погибнет, конечно. Хотя есть Мека. Блэкхолл. Эмбер ворвался. И слушай, запрыгнул-то в Блэкхолл. Не пофиг. Ему вообще по барабану. Он уже слишком силен. А Фонин же тоже минус. Успел кинуть топоры. Два в три. Леона убил. И Тайда убили. Умерли втроем. Ну, в принципе, куда ни шло. Более-менее драка. Она должна быть в плюс для команды. Нет, все-таки она в плюс для команды Вичи. Ну, довольно-таки с того, что Суперу дают уже делать какое количество фрагов и ащистов. 6-0 у него. 6-0. И у него сейчас появится совсем скоро БФ. Во-вторых, Блэк все это время стоял в миде. Я получил 11-й уровень. Обузит свои мидосы дальше. Тоже сейчас будет уйма денег. Не знаю, что он будет собирать. Дайгер или какой-то аганим, может быть, рефрешер сразу. Да неважно. Что бы он ни собирал, лишь бы что-то на выживаемость, чтобы его быстро не зафокусили. Ну что же. 11-4 счет. Ну, тут опять-таки мы видим горец. Пытается уйти. Гаж будет? Был уже, да? Пытается замансить. Свернул. Не так-то это просто. Ну, все уходит. А все-таки ушел. Спятся в инвиза. Опять-таки потратили просветку на него. Не смогли убить. На этот раз горец выиграл немножко времени для своей команды. Сюда подтягивается F1. Также горец тут один. Ну, а на топе там что у нас? У нас Гадем против Блэка и против Финрира. Хекс. А, до конца не пошли. Палец был. Эмбер Спирит забирает все-таки бруду. Ну, как-то горец спасся, но, видать, ненадолго. Что, летит уже? Да, летит БФ. Пять тысяч голды и пять тысяч экспы преимущество. Баттл Фьюри у Супера на четырнадцатой с половиной минуте. Ну, пятнадцатая минута игры. У него БФ, у него 7-0-1. В прошлой игре он 10-1 наклепал, напомним. В этой игре не знаю, что с ним делать вообще. Да, и Блэк, как я и говорил, идет сначала в жир какой-то, поинт-бустер появляется, будет собирать. Да, агонимчик сразу. Агонимчик, наверное, да, почему нет. Тем более Мека уже сейчас будет, наверное, скоро у Тайтхантера 500 на руках. Да, я думаю, доберет, наверное. Может быть, конечно, это вообще будет пайпятина какая-то. Первый Некра появляется у Саламидера, у Афонина на пятнадцатой минуте. Ну, 4200 у него Нетворса, у Сларка 3600, у Сларка, как у Суппортпотмы Нетворс. Боже, это... Какую в жопу... Ладно, я не комментирую пик. Это уже начал практически. Ну что, у Блэка сейчас траблы, его должны убить. Спалился Артес, и Блэк просто убегает. Да? А мне почему-то кажется, что сейчас убивать будут команду Ашер. Затыкает, думаем, Артеса. Блэк успеет ли умереть. Блэк, Блэк, Блэка убили. Ну, тут хороший подход по Гаддему. Гаддем должен тоже отправиться в таверну. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Айс, айс, айс. Все просто. Какой же он жесткий, а? Как же он вовремя, всегда. Ну, вот так вот. Дума разменяли на четверых. В плюс еще 2000 голды, еще 2000 экспы. И вот они, паучки. Нормально, да? З, заработок. З, заработок. К, кнопка. Просто нажимаешь кнопку, и у тебя баблище. Ты просто... Я зарабатываю до 300 долларов в сети. Типа, это Имбир Спирит в бруде, говорю. Нажимая, нажимая одну кнопку с три. Пошла дальше дискотека. И еще плюс 200 голды. А, давай остальных опплейнгвард. Правильно. Гулять так гулять. Бабки ничто. Хороший герой. Какой именно? Бурдмаза. А, я думаю, Имбир Спирит. Артес, тем не менее, пытается забрать Тавру. Артеса есть Клеймор. Клеймор ему дает плюс 21 демеджа. Дресс. И в итоге у него 78 плюс 21. Вот. Немного занимательной математики от Вилата. 78 плюс 21 в сумме дает 99. 92. 99. А, 78. Да. 99 дает. А 99 это... Меньше 100. Меньше 100. Да. Хэштег 99 меньше 100. Гаш в лицо. Давай, разводить на Блэкхолл еще. Смотри, кто прилетает. Прилетает сюда F5. Ну, тут Гадем понимал, что ему нет смысла какой-то Блэкхолл давать, да? Потому что его все равно никто не поможет. И если он, не дай бог, здесь как-то там раскастуется, то толку будет никакого. Потому что он будет потерян там. Слушай, когда Эмбер Спирит без Мидаса обходит Бруду с Мидасом... То что-то в этой жизни не так? Угу. Ну, наверное, наверное. Там стрела полетела. Не попал в Ястреба. По деньгам уже 8 тысяч. По XP уже 10 тысяч. Дум через 400 голды будет с Аганимом. Эмбер 2 600 имеет в кармашке. Не знаю, Кристаллис, наверное. Что ему тут еще? Когда он по такому количеству пауков играет. Конечно, конечно. Тут только криты, и потом можно 2-й БФ, 2-й Дейдаллс, и все. Больше вообще ничего не надо. И ему тут, в принципе, HR ничего не делает. Ну, разве что, если они его там сфокусят втроем через ультимейт. Без 100, то, может, это получится. Блэк. Нет, не хочет он на кого нападать. Артест здесь уже богатый. Есть травидж. Есть травидж, поэтому сейчас пойдут вичи гейминг снова искать приключений на попу HR. Да, вот так и будет правильно сказано. Будут искать на свою попу. Не, не на свою. На свою. Тут даже если они сильно заходят, они не найдут. Заходит Doom. Надо поджечь Артест. Это первая задача. Так, вот она драка. Сейчас можно обрываться. Вот так вот. Иди сюда, родной. По-троим. Дредд в таверне. Кадема подожгли. Сержалник врача. Ну, кстати, Блэка-то потеряют. Подожди, пока еще Мека. Да. Гаш. Пытаются зафокусить Энигву, но это трудно, конечно, сделать. Палец не дал Финрир, зажал. Потом идет ойсойсойс до конца. А что ему бояться? Ну, ему бояться нечего. Слушай, один в один. Неплохая драка, в принципе. Это было без супера. Супер там снизу с горцем разбирался. Да, это более-менее. Блэка разменяли на Вингу. Это очень даже хорошо для команды Ашер. Успел купить себе Аганим? Нет, не купил. Ай, неудачник. Нубас! Нубас, Блэк! You are so nubas! Три шестьсот у Супер. А что он не покупает ничего? Скади? Энви стоит над душой. А этот может, кстати. Этот может Скади купить, Монтестайл может купить. Он такой. Да, вот. Типа, чтобы жирнее быть, чтобы меня не убивали после ультимейта Бесмастера. Такой Бесмастер меня шарахает. Я такой хлопья живой. Нет, есть Кристаллис. Еще, кстати, шестьсот в кармане осталось. Супер. А сейчас подвыкрытый. Второй Некра, этим временем появляется Афониджи. Ну, как первый жрет, так как второй жрать будет. Ну да, но все равно Некра... Ну, мы видим, как Блэк умирал. Он Некраядин. Блэк умирал довольно быстро. Ну, опять-таки, до Армора мало. Ну, конечно, Блэк умирал довольно быстро, потому что там не было Супера. Это логично. Блэк зашел в толпу и начал драться. Если бы он заткнул думом Сларка, то было бы все гораздо проще. Но он заткнул думом и Некра. Возможно, мы правы, Виктор. Возможно, мы правы. О, Кристаллис появился. И две стоны в руках. Скоро доедалось. Ну да. Так. Артес готов ФА. Если Орчит, Лип не поможет. Погибает. Это Кумбэк. Это Кумбэк? Да. Тогда надо и этого тоже. 7500 голды-то уже не меняется очень долго. Эмбер продолжает фармить. Он пришел менять 7500 голды. Надо, говорит, увеличить. Кстати, вот он будет пытаться Артес. Оп. Смотри. А что с лицом, как говорится, знаешь? В атаку шел Артес. Что с плавником? И этого еще. И еще раз. Два инвизера с трех ходят за супером. Да. Только не надо в него вгрызаться. Все правильно. Ну и стоящая Энигма прилетела. Слушай, вот прошел бы еще один крит, и Артес бы склеился. Просто склеился от того, что бегал рядом с крипами. Бэ, баланс. Бэ, бруда. Бэ, бруда, да. Сегодня не баланс у нас главный герой. Сегодня главный герой бруда. Смотри. Бэк заткнул Дредда. Левел ДС. Ну, Дредда разве что донять. Блэка, кстати, жрут. Остался без маны. Сожрал хосту и текать. Не добили Дредда. Причем Дредд просто слишком далеко убежал. Ему надо было развернуться. Афония, потому что за него уже шел. Привязали. Будет ли Блэк Холл? Не будет Блэк Холл. Подкоп. Хекс. Ару. Патма зарабатывает очередной фраг. 19-7. Два саппорта в таверне. Т2 будут пытаться забрать сейчас ребята из Вичи Гейминг. Забежал тут Айсай Сайс. А что Айсай Сайс? Айсай Сайс все нормально. У него рэвич есть. Некорачей зафармили. Обратное дело ничем. Потому что у Сларка 6300 нетворса. У Патмы 5000 если что. Но есть Бруда у нее 10 тысяч нетворса. Она может подефить. В принципе. Да? Да. Хорошо. Топ дефер Ю. Я не сказал что тавер. Я просто сказал что он может подефить. Ну вообще да. Тут спору нет. Палец еще есть у Фенрира. У него кстати 11 уровень совсем скоро. Артес готов ворваться. Давай. Получает Хекс. А что-то у них с глазами. Лип все очень сильно кстати. И Фуай тоже может умереть из-за этого. Только Лип какой-то. Это Фуай действительно здесь убьют. Слушай. Это минус 2. И Артес еще даже убегает без маны. Поэтому не туда супер пошел. Артес делает даблкил. Зарабатывает просто секселяр бабла. Давай Айс. Ты могешь. Не-не-не. Но-но-но. На самом деле промазали стрелой. Промазали подкопом. Если бы попали всем этим все было бы нормально. Хотя бы одним если бы попали. Был бы палец. И все было бы великолепно. Слушай. У Тайда уже Персиверенс. И скоро будет Облиен Став. Но он застрял. Из-за того, что он такой жирный и неуклюжий. Он застрял. Р. Ротики. Айсайсайс играет в Ротики сейчас. Да ладно. И так сойдет. И так сойдет. Надо бы этот мультик пересмотреть. Просто обязательно. Про И так сойдет. Не помню как он там назывался. В Ротики в стране чудес. Ротики на Дота 2 Азиат Чемпионшип. Назовался. Там появляется на 23 минуте Дейда Лус. Это не просто Дейда Лус. Это Фейзы, Баттерфляй. Ой, Баттлфьюри Дейда Лус. На 23 минуте. Это вообще законно что ли? Это очень сильно конечно. Очень сильно. Так Финриер. Блэк Хуалл по двоим. Цикл хороший. Супер затягивает. Пошел Мунлайт. Летает Арл. Привет, Айс и Сайз. Как обычно. Этот тип это... Айс и Сайз всегда там, где он должен быть. И горец тоже в таверну. Айс и Сайз просто феноменальная игра. Вот просто на этом всем турнире, ну вот Айс и Сайз вот реально, ну я не знаю, у него было там полтора матча, где он ошибался. И то они эти игры выигрывали. Айс и Сайз отыгрывает просто великолепно. Там у него рецептный рефреш уже есть. Короче, Go Next я создал. Там, ну, блин, ну вот видишь, сделали там какой-то даблкил, Black Hole дали, там Артез что-то. Да, там то, что здесь конечно Дейдалус, а там рефрешер, это плохо. Смотри, супер, на ралли. Успеет ли его бить через Флэмгвард? Успели. Успели, есть два сейф ТП. Что-то есть чем? Гаш, ну, первый. Дред. Дред тоже минус. Дерется как Лев, конечно, но тут уже... Вот это, по-твоему, как Лев было? Ну, он стоял и дрался, реально. Он не бежал поджав хвост. Он развернулся и говорит ты, Black, у тебя собака тысячная творца. Иди сюда, скотина. Сейчас я тебе своим 1600 напихунько под хвост. Вот. У Дума есть хвост, ты знал? Да, есть. Ты обращал в него? Нет, никогда не обращал. Нет, у него есть хвост. Ну, он дрался, он сражался. Он не бежал поджав. Да, согласен. Хвост. Как Лев значит? Да, тут Артез успевает уйти. Вот Black, который уже прыгал и пытался думить его на 16-м левеле с агонимом. Вы понимаете, что это смерть-смерть-череп, гроб-гроб для того, в кого этот самый Дум запулят. Ну и по деньгам 10 тысяч. 10 тысяч. Немного качнули холл-рэйзер. Такие почти вообще оформили. Какой-то камыч такой, но камыча нету. Камыча нету. Есть подмаз ветрами. Есть рефрешер. Это проблема. Тут один-то реведж они не могут пережить, а два его реведжа. Айсайсайс, остановись. Хэвэй Мерси. Хэвэй Мерси, Айсайсайс. 4-1-8. В прошлой игре накостылял, а в этой игре костыляет. Чувака пошел Дума по Нетворцу. Нормально? Нормально? Оффлейн Тайтхантер обходит Дума с Мидасом по Нетворцу. Нет, это нифига не нормально. Он сейчас Black усеет так пощеченный. Братан, проснись. В Доту играем. Black просто сидит и уже в Альтабе на Люфтганзу в самолеты смотрит домой. Потому что, ну все, меня из этой команды точно набреет. Я настолько хреновый. Когда Айсайсайс тащил его в команду, наверняка он не рассказывал, да я на оффлейне его перефармливаю, типа, когда он на Думе в миде стоит. Так реально, Мидас, по-моему, есть же Мидас? Да, есть Мидас, и есть Девауэр 4-го уровня. Тип проигрывает Тайтхантеру. Да, в принципе, должны быть биллионы. Оп, Афонин джигаш в лицо. Анчур смеш. Где оставшаяся часть команды? Вот она, подходит Леон. Пошел под коп, палец. О чем здесь сделал? Можно вопрос? Айсайсайса он убивал с некрами третьими, маны его лишал. Нет, скажи, что он делал в соло на Рошане? Айсайсайса убивал. Айсайсайса там еще не было. А, Фоня был. Дредд пытается уйти, урна на нем, летает в ветрах Гаддем, расстреливает ФА, Гаддема подожгли, за ним надо бежать, он в БКБ. А что толку, что он в БКБ? Ну, может, не догорит. Ага. Нет, догорит, догорит. Там по сотке копы. Горец. О, Бруда! Ну! И! Ну, Бруда, давай! Давай, Бруда, ты можешь! Можешь, Бруда. Можешь! Паровозик, который смог. Голландский штурвал, я даже сказал. 3200 у Эмберд Спирита. Ну, минус Патма, да. Саппорт Патму забрали, я не спорю. Это крутявый ход. Что, токсидом взылаешь? Не-не-не. А то, на самом деле, Град как раз к этому подходит уже. Самое время, типа, 7 минут подачи, все дела. На самом деле, я вот до сих пор жду ответа, что делал Бистмастер на Рошане. 1. То есть, не было команды, не было идолонов. То есть, ну, вряд ли это был фарм. Запрыгнули, а Фониджа, Реведж, минус 2. Дабл киот супера. Две заветные, две буквы. Заветные, две буквы, две буквы, две буквы. Ну, тогда... Ну, что я могу сказать? В общем, в общем, HellRisers сегодня сыграли... Не как HellRisers. Кстати, там у Ортеса Викит Сик, если что. Неплохо. Да, у него есть линка. Круто. Только его, думаем, не затыкают. Да. К сожалению, в файте 5 на 5 всем по барабану на эту рыбешку. Рыбешку. Которая там бегает. Да. И пытается кого-то бить. Там, как бы, Юлу, Потмы. Эмбер Спирит собирает себе, я так понимаю, либо Скади, либо Монта Стайл. Я не знаю, что это будет. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Фарм. Как же это печально выглядит на самом деле. Согласен. 15 тысяч преимущества по золоту, 15 тысяч преимущества по экспириенсу. У Дума откатился ультимейт, у Тайт Хантера Эмбер Спирит минус Брудмазер. В соло. Привет, Брудмазер. Линка появляется у Эмбер Спирита. Не знаю, от чего она, от Крика Бестмастер. Это единственное, что его здесь останавливает нормально. У Бруды, кстати, Башер есть. Это действительно меняет. Эмбер Спирит сейчас из Баша не вышел. Жаль, она его даже не видела. Да, но видишь только, что его даже до сих пор в Баше стоят. Ну ладно. Птичка тут умерла. Ну что, Блэк Холл сейчас будет. Смотри, правда, Даггера нет. Не войти резко. Да пешком иди. Пофиг. Блэк Блэк Холл. давай, давай, здесь Финрир идет, Гадем идет, давай, давай, ну, ну. Она думает, все, успокойся, не будет Блэк Холла. Заходишь, Тайс 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 Тайс, реведж у него, к сожалению, нет, нет, а тут он не нужен, минус 4. И Блэк еще и живет. А вот Артас, подкоп, Ару, анчурсмэш, привязочка, а, никакой привязочки, 894, извините. Хороший файт. Бруда уже появилась, Бруда уже появилась. А, ну все, тогда и паутины здесь есть, походу сейчас будет минус 5. Согласен, можно вернуться, можно вернуться, как-то постараться здесь сделать камбэк. Угу. Не идет почему-то. Да, почему-то Бруда не пошла здесь сделать камбэк. Ну, да ладно. Падает нас Рошан, Эггис у Супера. У Супера по девайсам новых, что, 3000 у него есть. Короче, давай начнем с того, что Супер в 2 раза переформил ближайшего преследователя его по Нетворцу из противоположной команды. Да. А если взять Вингу, то он переформил ее в 19 раз. Ну, не в 19, ладно, ну примерно. В 18. В 18 раз. Да, неплохо так. Фенрир тут с блинком носится по карте. Фенрира Нетворс, как у Соломидера команды Hellrisers почти, который идет на предпоследнем месте почти. Патма уже, Суппорт Патма уже давно обошла Соломидера команды Hellrisers. Третий пик товарища Бестмастера, который был взят для того, чтобы играть в доту. Пушить. 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 Был взят для того, чтобы играть в доту. У меня нет других объяснений, почему был взят этот товарищ. А Бруда? Я не говорю про Бруду, я говорю про Бестмастера и про пользу и роль этого чудесного героя. Я считаю, что Бруда — это контрпик. Бруда — это контрпик на что? Законтрили все предыдущие четыре пика. Это контрпик на игру в доту. Нет, это контрпик на предыдущие четыре пика. Люди против тебя хотят играть в доту, а ты такой, я не хочу с вами играть в доту, я хочу побыстрее пойти спать. Это такой пик Бруды. Все. И законтрил. Шива у Айса. Оп. Привязочка. Горец. Стоит. Горит. Паукан. Ну, не короче. Супер. Не хочет. Не короче. Убивать. А вот так вот можно. Хочет 200. Нормально. Сейчас еще и фай добьет его. И че? Урна. Тут же порегенился. У Айса, кстати, имеется на данный момент два реведжа, две шивы. И две мейки. Две мейки. Не, ну они не особо стакуются. Пофиг. Но две мейки. Жмакать можно. Жмакин, жмакин. Смотри, Айс, давай просто вслепую запрыгивай. Хекс. Гот дэм. Подкоп. Дредд свапнул. Реведж. Минус год дэм. Пошел рефрешер. Айс замахивается. Сотри, 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 сотри. Загнал под фонтан. Какой он жесткий просто. Знаешь, как коров кнутом. Да, да, да. Они бегут. Вот так же Айс Айс Айс. Просто какой он жесткий. Насколько круто играет Айс Айс. Это просто блеск. Да, ну Вичи Гейминг вообще отыгрывает действительно сегодняшний матч просто на феноменальном уровне. Время группового этапа от них настолько уверенные игры. Не всегда можно было ждать. Ну, а тут мы видим, они играют просто блестяще. Запрыгнули. Это был соло мидер команды Хелл Рейзер. Здесь покоится тело соло мидера команды Хелл Рейзер. Смотри, рыба летает. Ну, вот так вот. Надо черный квадратик будет. Ну что, Хелл Рейзер завтра будут играть против Рейв, а Вичи Гейминг будут играть завтра против Сикрет. И вот это вот уже интересно. Это за руба будет нереально. Да, завтра два суперубилова. У нас топ-4 команды подтвердили свои места. Биг Год, ЕГ, Вичи Гейминг Сикрет заняли первые 4 места в групповом этапе. И сегодня они выбили в лузера команды, которые заняли пятое, шестое, седьмое, восьмое. То есть завтра нас ждут матчи, в которых сыграют пятое, шестое, седьмое, восьмое против девятого, десятого, одиннадцатого, двенадцатого. Да ты что, ты, ну какой тайминг, ну как? Как ты это делаешь, Айс? У него читы какие-то. У него какие-то читы. Он настолько жесткий, что, понимаешь, просто забей. Его кровати просто больно, когда он спит на ней. Он же лед жесткий. Он же лед. Брависсимо, брависсимо. Шикарная игра от Вичи. Я не буду ничего не говорить про команду Хелл Рейзерс. Шикарная игра от Вичи. Шикарная игра от Вичи. С кем они играли, неважно. С какой-то толпой паберов. Которые, не знаю, там, в своем про-серии там болтаются. У нас написано Айс укротители тигров. Айс укротители. Да, укротители, действительно, укротители львов. Пять, один, двадцать. Восемнадцать, один, шестнадцать у Эмбера. В прошлой игре у него было десять, один, шестнадцать. Двадцать восемь фрагов и тридцать два асиста за две игры ноль двенадцать дредд. На Венге. А что ты акцентируешь внимание на этом? Цифра красивая. А, ноль двенадцать? Ноль двенадцать. Тут Финри на Венге не та играет, еще прошлое. Вот теперь та. Цифры говорят сами за себя. Мы просто помолчим, вы сняли мне статистику. На самом деле, как по мне, Ашеры начали повторять ошибку Team Empire на Интернешнале. Начали играть какой-то хренью. Вот эта бруда. Какая нахрень бруда вообще? Откуда она взялась и зачем она тут нужна против такого Ауэра с каста? Тайт, Эмбер, Патма. Она на втором месте по заденаймным крипам. Ага. Все, выкусил. Она была нужна, чтобы не дать противнику раскачаться. Вот. А почему тогда на Эмберу отдавала по двадцать крипов? Блин, да, не сходится что-то. Да, верил я в наши команды, очень верил, но подвели. Нормальное сравнение. Просто идеальное сравнение. Ай, да, Вич и гейминг действительно просто отовнили команду HellRaisers. Но будем надеяться, что Ашеры до завтра соберутся. И завтра им играть... Трэд смог сделать отрицательные фэнтези-поинты. Да? Минус один и два. Ну, красавчик. Красавчик. Это то, что надо. Да, ну, ужасный день для СНГ-доты. Нави и HellRaisers отправляются в лузера. Ну, единственное, наверное, что может нас радовать, что друг друга они выбивать не будут. Потому что, когда они могут встретиться, они могут встретиться только в малом финале лузеров. То есть, это еще много раундов надо пройти. Хотелось гранд-финал Ашернави. Нет, его не будет. Я уже понял, что не будет. Я говорю, хотелось. Да, хотелось многого. Ну, я верил. Верил и финансово, и морально, и логично. К сожалению, подвели меня, братишки, завтра. Завтра, ребят, завтра у нас все начинается в 4 утра по Киеву. Возможно, поменяется списание, потому что в 4 утра по Киеву Сикрет должны играть против Вичи. Это абсолютно нелогично. Вичи играют вот сейчас до половины 12 ночи, и завтра им надо играть в 10 утра. Я думаю, это китайцы, поэтому все нормально. Типа так и будет, скорее всего. Собственно, ребят, завтра в 4 утра по киевскому времени, в 5 утра по московскому. То есть я говорю время киевское, вы плюс час себе добавляете, если у вас время московское. В 4 утра Team Secret против команды Вичи Гейминг. Дальше, после этого Evil Genius сыграет в Big God. Это два Best of 3 матча. Ну, а дальше, начиная приблизительно, опять-таки, с 12 утра по Киеву, с часу дня по Москве, четыре подряд Best of 1 в сетке лузеров. Это Cloud9E Home сначала, после них Na'Vi против HGT, после них Hellraiser против Rave, и после них IG LGD. Вот такое расписание нас ждет завтра, в пятницу. Еще раз всем напоминаю, что вы приходили в Киев Киберспорт-арену. У нас на большом экране можно будет посмотреть матчи. Спасибо, что смотрели нас сегодня. Да, и идите на наш YouTube-канал youtube.com.slash.dota.sl.tv. Там появилась чудесная экскурсия по городу Шанхай от наших корреспондентов из Китая. Ну и точно там же скоро появится также экскурсия по месту проведения турнира. Так что обязательно смотрите youtube.com.slash.dota.sl.tv. Вот здесь вы видите снизу адрес. Сегодня для вас работали с утра за микрофонами Каспер и Адекват, потом после обеда Гатхант и Вилат. Увидимся завтра.